От многообразия уходовых средств на полках магазинов глаза обычно разбегаются, плюс каждый сезон выходят новинки. Как разобраться во всем этом бьюти-ассортименте, сделать правильный выбор и главное не навредить коже? Об этом поговорим с косметическим химиком-технологом Анной Шаровой, она с нами на связи. Анна, приветствую, вы автор курса о белой косметике. Можете коротко пояснить нашим зрителям, что это вообще такое белая косметика? Ну, на самом деле, многим кажется на сегодняшний день, что белая называется косметика, которая не тестирована на животных. И такое определение тоже имеет место быть. Однако в 2015 году мы его ввели как такой технологический термин. Это такой лексикон технологов. Белый на языке технологов называется косметика, не лексика. То есть вся ухаживающая косметика. Сейчас на тюбиках вообще много пометок для веганов, халяльная и так далее. Вот если отбросить вопрос этики и убеждений, какая косметика эффективнее? Я думаю, что нельзя сравнивать сейчас вопрос, что эффективнее или что лучше. Натуральная, органическая косметика, да, это одна чаша весов, либо косметика ненатуральная, это вторая чаша весов. Она нужно отметить и та, и та безопасная. Это самый главный момент. С точки зрения технолога, я считаю, что у косметики в статусе неорганическая и не натуральная больше шансов по сырьевой базе дать покупателю то, чего он хочет, для того, чтобы решить по максимуму его задачи красоты. Для создания инновационных средств нужны исследования, инвестиции в разработки, клинические испытания. Вот получается, что такие траты могут позволить себе только косметические гиганты. То есть лишь от крупных брендов мы можем ждать эффективных средств. Здесь немного не такая ситуация. Инновационными продуктами могут пользоваться и крупные бренды, и какие-то маленькие бренды. Ввиду того, что все то, что вы обозначили, клиника, например, закладывается в протоколы, когда мы получаем декларацию о соответствии. Поэтому никакие клинические испытания производитель сам не проводит. Эти испытания проводит орган, который декларирует нашу косметику для того, чтобы она правомерно обращалась на рынке. А сколько может стоить эффективный крем? Цена начинается от? Цена явно имеет место, потому что тот же процент года, он должен быть выполнен. Девочка недавно прислала состав тканевой маски, увлажняющая маска для лица тканевой, за 30 рублей на полке. С гиалуроновой кислотой, со всеми делами нужно ли отвечать на вопрос, что если продукт на полке стоит 30 рублей, то как на таковую эффективность не будет. Но это не говорит о том, что я призываю покупать крем из этой пищи. На самом деле, хороший продукт можно найти в рамке полторы тысячи, две тысячи, тысячи рублей. Считается, что эффективнее работают средства из одной линейки. Вы с этим согласны? И как тогда средства из разных брендов можно подружить между собой, чтобы не было аллергии, например? На самом деле, здесь даже может быть не аллергия, если мы совмещаем линейки, хотя аллергия тоже может иметь место. На самом деле, если вы желаете использовать одну линейку, то чаще всего вам нравится какой-то актив. Есть, например, там, неважно, центелла азиатская. Эта центелла азиатская прослеживается в геле для умывания, в тонике, в сыворотке, в креме. И вы прям этой центеллой умазываетесь, умываетесь и так далее. Но вы при этом можете помещать. У вас могут быть пептиды от одного производителя, крем, тоник с кислотами от другого производителя и так далее. Есть и умывание от третьего. Но самое главное, действительно, смотреть. Вы верно указали, чтобы не было конфликта активных ингредиентов. Сейчас известно прекрасно, что ретинол, например, нельзя использовать с кислотами, пептиды нельзя использовать с кислотами. Гиалуроновая кислота, коллаген, без них, пожалуй, уже ни одно средство не обходится. Вот какое вещество выйдет на пик популярности в следующем? Это довольно-таки часто спрашивают. Но рынок представляет собой такое огромное многообразие продуктов и экстрактов. Здесь вот какие-то просто сумасшедшие. Но нужно отметить, что большинство предприятий, производителей, я думаю, прям абсолютное большинство используют те активные ингредиенты. Если говорить о самом главном вопросе, это поддержание красоты и молодости кожи, которые, что называть, не уходят с рынка и до сих пор на пике, потому что они показывают действительную эффективность. Кислоты, всевозможные эффективы, всевозможные группы, которые не обладают никакой побочкой и качественно продляют и молодость, и избавляют от мимики, и ускоряют заживление, ничего только не делают. Это же ретинол, который ругают, но он все равно работает и против актной, и против возрастных изменений, формы витамина С. В общем, вот этот костяк из четырех-пяти активных ингредиентов, которые работают на красоту и молодость, он как используется, так и используется, а дальше подключаются, возможно, новые какие-то витамины, экстракты, какие-то новые формы кислот и так далее. Анна, благодарю за понятные разъяснения и полезные советы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова